Сегодня у нас интересная тема. Поговорим про конструкторы mBuild, про новые наборы, которые появились в этом году. И также Ирс берет домашнее задание, которое мы дали вам на третьем, по-моему, порядку вебинаре. Если вы помните, мы давали вам упражнения в среде программирования mBlock на языке Scratch создать пару алгоритмов. Ну что ж, я думаю, что мы можем уже начинать. Коллеги, еще раз поставьте, пожалуйста, плюсы, что нас видно и слышно хорошо. И я тогда уже буду передавать слово Алексею. Леш. Да, здравствуйте всех. Продолжим сегодня наш цикл вебинаров. Говорим сегодня, как Сергей уже сказал, о новых наборах. Это новая серия для изучения интернета вещей и искусственного интеллекта. Специально предназначена. Наборы сами поставляются в таких пластиковых коробках. На картинке видите. Вот я вам покажу эту коробку. И таких наборов выпущено компанией MakeBlock 3. Особенности у них тоже свои есть. Это наборы, в первую очередь, ресурсные, предназначенные для работы с контроллером Хлокот, который мы с вами рассматривали на предыдущем занятии. То есть, напомню, вот этот контроллер Хлокот. Вот эта вот плата. И, соответственно, этого контроллера в комплекте нет. Хлокот нет и другого контроллера. Но все модули, это новые модули датчиков. Они небольшие по размеру такие. Все эти модули оснащены своим микроконтроллером, который позволяет им работать в том числе и без программируемого контроллера. То есть, соединяться, выполнять некие функции. Эта функция аналогична абсолютно наборам нейрон, которые есть у MakeBlock, которые на магнитиках собираются, которые мы с вами здесь не рассматривали, потому что у них немножко другая специфика. Они не для конструирования. Но, тем не менее, на примере этих наборов тоже можно будет понять, как работает в том числе и нейрон, а не только серия InBuild. Как я сказал, наборов у нас три. Они различные по наполнению. Первый набор, самый младший, это крейдер Эдон Пак. В нем содержится 13 электронных модулей. То есть, это модули датчиков, драйверы моторов, кранчик, аккумулятор, динамик, вентилятор, сервоприводы. То есть, вот такой состав у этого набора. То, что написано на экране про 9 комплекта дополнений, это как раз сами моторы, различные крепежи, колеса, сервики. Ну и 13, это именно электронных модулей, это именно составляющих электронной схемы. Потом сможете более подробно прочесть, когда презентация к вам это придет на почту, ее обязательно разошлют. Второй набор, это так называемая сценистика Дон Пак. У него немножко другой состав датчиков, но тоже модулей немного, всего лишь 18 электронных модулей. Как вы видите, там появляется датчик влажности почвы, датчик газа. Ну, то есть, это уже набор, предназначенный для создания каких-то вещей, типа умной теплицы, потому что здесь и помпа для полива тоже в комплекте появляется. Можно на базе этого набора уже создавать какие-то такие решения именно умного дома. Ну и в предыдущем наборе, то есть, как бы это разные варианты, предназначенные для умного дома с дистанционным управлением через интернет, то есть через интернет вещей. А что касается интеллекта вещей, искусственного интеллекта, здесь вам понадобится в любом случае контроллер и контроллер, соответственно, holocopy. С другим контроллером вы работать с данными наборами не сможете. Ну, есть еще контроллер Novopi, новый, который компания MakeBlock выпустила, но он отдельно не поставляется, он идет только в составе соревновательных наборов MakeX Challenge. И эти наборы, они доступны, в том числе, мы планировали в этом году провести эти соревнования, но обстановка вряд ли нам позволит это сделать, к сожалению. Но, тем не менее, набора на складе есть, если интересно, работает там контроллер очень мощный, очень интересный. Ну и третий набор, это набор максимальный, есть аж 31 электронный модуль, и все, что можно сюда включить, здесь включено. Видите, вот цветные шарики лежат, они не просто так лежат, в комплект входит также интеллектуальная камера, смарт-камера, которая выпущена MyGlock'ом буквально весной этого года в продажу. Тоже предполагалось ее использовать в соревнованиях, но отдельно в наборах она тоже есть, и есть как отдельный комплект Adonpac, именно с камерой. Про камеру мы с вами поговорим чуть позже. Что касается вот этого конкретного набора, то он действительно максимальный, все, что есть в серии M-Build, в нем лежит. Как вы видите, в наборе такая вот фанерка присутствует. Вот она здесь тоже не просто так. Вот она, видите, с отверстиями, шаг отверстий, стандартная, 16 миллиметров, который использует MyGlock. И на эту фанерку мы крепим наши с вами эти датчики, которые есть в комплекте, получая какие-то такие решения. Есть специальные пластиковые клипсы. Можете где-то, если что-то плохо держится, использовать дополнительные винты. Видите, у меня есть на некоторых модулях. Чтобы конструкция была жесткая, чтобы у нас ничего с вами не разваливалось. Как уже показывал в предыдущий раз, датчики соединяются между собой цепочку. Всего у нас может быть, если я правильно помню, до 127 датчиков, но если мы хотим, чтобы все работало без задержек, 10 модулей в цепочке должно быть. Я, в принципе, цеплял 12 или 15, не помню уже. В принципе, задержек тоже ощутимых не было, но производитель рекомендует зацеплять в одну цепь до 10 модулей, чтобы не было у вас никаких потерь, чтобы у вас не было никаких задержек. работает все это дело по протоколу, который был разработан для конструкторов нейрон, так называется блок нейрон протокол. Как говорил, в каждом модуле у нас содержится свой контроллер. И вот этот контроллер, он позволяет, собственно говоря, нашим модулям, вот они на картинке, работать в режиме без дополнительного такого-то контроллера. Тот контроллер, который содержится в модулях, он не может программироваться извне отдельно, но содержит информацию о функционале данного модуля и тех модулей, с которым этот конкретный датчик может работать либо конкретное устройство. И провели тестирование, появилась вот такая табличка, из которой понятно, что с чем работает. К сожалению, нет у меня датчика магнитного поля, нет датчика перемещения инфракрасного, поэтому эти датчики протестировать я не смог. В дальнейшем мой блок в принципе хочет увеличить количество компонентов и довести количество электронных компонентов в этих наборах аж до 60 штук. в принципе беспрецедентная такая вещь и тогда можно будет говорить об использовании этих наборов в качестве полноценных цифровых лабораторий и заменять даже цифровые лаборатории этими наборами. Хотя и сейчас количество устройств, которые в комплекте есть, в значительной степени позволяет нам использовать эти наборы для уроков физики и для уроков химии. То есть в принципе ну как любые датчики можно найти массу применений. Ну и для уроков биологии в том числе. Ну и не говоря уже об уроке технологии, для которых все это предназначено. Как это работает? Ну как говорилось в комплекте есть в каждом наборе аккумулятор. В максимальном наборе этих аккумуляторов целых две штуки. Принцип соединения следующий. У нас есть два разъема. Здесь вот с одной стороны разъем, с другой стороны разъем. Это разъемы для подключения модулей как раз M-Build. Шина она сквозная. Неважно с какой стороны мы начнем подсоединять наше устройство. Ну и к примеру давайте попробуем собрать простейшую схему. возьмем табель вставляем его в аккумулятор. Сюда же подключим скажем модуль джойстика. давайте я попробую развернуть на весь экран изображение, вот так видно на весь экран изображение. взяли вцепили аккумулятор модуль джойстика. Здесь тоже все равно с какой стороны нам джойстик подключать. Здесь на нем два разъема. Неважно в какой разъем мы ставим провод. подключим джойстик. И к примеру сюда подключим матрицу светодиодную. вот такой вот. 8 на 16 светодиодов здесь в матрице. Уже используем еще один кабель. и теперь всю эту систему получилась. Аккумулятор джойстик и светодиодная матрица. И теперь включаем аккумулятор. На нем есть сбоку движочек включения. И соответственно смотрим что у нас будет происходить. Для удобства аккумулятора положу. Всегда модуль когда включается происходит такое опознавание функционала. Загорелись. Здесь загораются стандартно глаза. Если я начинаю двигать джойстиком то соответственно то о чем я говорил реализуется функционал взаимодействия двух устройств. соответственно если я джойстик двигаю вправо у меня загорается стрелка вправо двигаю влево у меня стрелка влево вперед назад то есть вот происходит вот такое взаимодействие. Что нам дает какие возможности дает такое подключение сейчас отключу эти модули по полу включить другие вместо скажем джойстика возьмем потенциометр он же собственно говоря датчик угла поворота вращаться может непрерывно соответственно может использоваться в том числе как энкодер чтобы понимать на какой угол у нас повернута наша ось включаем его сюда казалось бы вроде как матрица и энкодер что может быть общего опять мы это все включаем опять видим наши глазки и начинаем вращать наш энкодер в одну сторону обращаю у меня происходит постепенное заполнение картинки в другую сторону буду вращать у меня соответственно будет убывание аналогично будет работать простой потенциометр к примеру для чего все это нужно что нам это дает это расширяет во-первых возраст учащихся которые могут с этими наборами работать то есть мы даже младшим самым можем дать в руки эти наборы и показать объяснить как какой-то датчик работает что какие показания с ним можно снимать и визуально показать какие-то действия которые можно с этим датчиком производить например светодиодная лента у меня еще есть тоже давайте ее с потенциометром попробуем бегущие огни здесь работает в зависимости от сопротивления собственно говоря это как индикатор сопротивления максимальное сопротивление минимальное какие-то простые вещи можно детям объяснять на простых примерах то же самое то же самое повторю можно делать с модулями нейрон но они умеют работать именно так и программирование там пути есть но оно сильно отличается от программирования программирования в блоке если мы чисто нейрон программира если мы программируем совместно с кодероке да мы можем делать среди мбок если чистый нейрон там своя среда и программирование происходит только на планшетах либо на телефонах так что еще хотел вам показать собственно говоря программа для модуля нейрон сейчас секунду я откроем средовый мблок наш которая нам уже известно давно у вас должно было появиться это все тоже на экране было видно экран скажите мне программа отлично вернемся сюда как уже говорилось есть у нас возможность создавать различные проекты именно программируемые с помощью данного набора пример как секунду к примеру программа которая была у нас сделана для как раз того что показывал на фанерке там была система автоматического полива работающая через интернет вещей в этой системе автоматического полива у нас соответственно был создан здесь еще и интерфейс для управления такой интерфейс здесь мы могли посмотреть температуру которая у нас температура почвы могли посмотреть уровень освещенности по сути управления какой-то теплицей вентилятор вентилятор для того чтобы вентилятор для того чтобы проветривать ее включение и выключение помпы если у нас влажность недостаточная у почвы там же можно было померить уровень шума можно было задать разные варианты освещения либо яркий свет либо специальный свет либо ночная лампа когда там ночничок автоматический режим освещения тоже был предусмотрен вот и как всегда у нас все это программировалось для нескольких параметров то есть программировалось для персонажа то здесь есть панда которая произносила у нас все эти значения то есть если мы нажимали видите там высказывает значение в данном случае ноль потому что у нас не подключена система и для каждой кнопки в данном случае тоже пишется программа что эта кнопка делает то есть при нажатии она меняет свой размер чтобы было видно что кнопка нажата ну и соответственно транслируется некая команда транслируется имеется ввиду показывается на экране вот в течение какого-то времени эти все кнопки тоже были запрограммированы именно так вы для своих проектов проектов должны что то делать если вы программируете эти наборы ну либо отправляем какое-то сообщение которое приходит у нас на устройство сообщение в данном случае был м1 и когда мы смотрим на устройство у нас есть холокод для холокода если у нас пришло м1 у нас там определенное освещение загорался приходил сигнал то же самое по остальным датчикам шоковещательные сообщения которые у нас передаются напомню в рамках аккаунта и получаются они всеми устройствами которые к данному аккаунту в текущий момент подключен поэтому что у нас несколько устройств если мы добавили скажем вторую систему тоже второй холокод и она находится в другом месте ну и скажем две теплицы там которые стоят рядом ну соответственно когда мы пишем для второго холокода программу у нас команды которые приходят уходят должны отличаться иначе у нас не будет различия между двумя этими системами они будут работать абсолютно идентично и если мы меняем что-то для одной системы у нас также поменяется в другой если команда та же самая что но если команды разные например здесь там лайт 1 там лайт 2 ну соответственно мы сможем различить эти системы между собой и эти команды разработ обработать именно по-разному если у нас дети в классе делают какой-то совместный проект точнее несколько проектов одинаковых скажем одна группа детей делает на одном контроле или другая на другом но мы хотим все это дело объединить в целостную систему в итоге то надо это учитывать и соответственно возможно давать им значение ну сами вот эти названия для одной команды они будут одни а у другой другие здесь скажем ему то n ну и здесь соответственно цифра к 1 там цифра к 2 тогда мы сможем соответственно все это нормально испроизводить так презентация мне опять нужно пойдем с вами дальше о наборе имбилд варили в принципе я думаю что достаточно понятно что с ними делать также можно устанавливать их и на обычных роботов работать как с обычными роботами здесь есть обычные желтенькие моторы такие же как в боте в комплекте здесь есть сервоприводы такие сервоприводы 9g сервопривод он с металлическим редуктором он логичным таким синеньким прозрачным который наверняка все видели но тем не менее он гораздо интересней а еще что хотел сказать по аккумуляторам которые идут в этих наборах очень интересная вещь емкости одного аккумулятора хватает наверное на урок но если мы хотим увеличить емкость мы можем два таких аккумулятора зацепить и они будут работать как аккумулятора увеличенной емкости а несколько аккумуляторов можем цеплять цепочку но если в младших наборах идут нас по 1 аккумулятору соответственно возможности автономной работы у нас тоже выше либо можем с ними создать соответственно две цепочки датчиков сделать какие-то два устройства которыми сможем управлять табличку это тоже посмотрите здесь все очень просто по вертикали у нас расположены датчики эти датчики у нас по горизонтали исполнительные устройства здесь есть и двигатели серого есть динамик кольцо кроме того что есть кольцо светодиодов у нас на нашем контроле неудобно ваш контроллер может находиться удаленно вот в таком виде такие колечки с и водные с аналогичным функционалом у нас тоже есть комплекте можем их использовать нашей работе rgb лента лента показывал rgb светодиод это просто один rgb светодиод на отдельном модуле светодиодная матрица синенькая 816 который тоже показал ну и пример здесь на слайде можете видеть если мы возьмем датчик касания есть такие емкостные датчики касания динамик и аккумулятор соединит все это вместе получим пианино дотрагиваясь до одного из контактов мы получать разные звуки на выходе который будет сдавать наш динамик ну как еще один пример того что можно делать в режиме без программирования ну а потом когда без программирования мы объяснили работу датчиков поняли что скидать можно какие данные снимать как можно использовать соответственно мы можем приходить программируемый режим и соответственно программируем режиме уже в блоке среди создавать свои проекты кроме этого как я говорил в последнем наборе но и как отдельная вещь у мой блог появилась очень интересная штука называется смарт камера здесь на рисунке смарт камеры don't pack который предназначен именно для соревновательной деятельности здесь специально положен крепеж комплект этот крепеж у нас может использоваться для того чтобы камеру закрепить на роботе им вот скажем том же самом и использовать эту камеру именно сам ботом что камера умеет ну понятно что камера значит это техническое зрение модная штука что она умеет то что у нее на борту мощный контроллер свой позволяет ей обрабатывать видео информацию которая снимает именно на борту себя соответственно камера камера она программируется и обучается отдельно от контроллера робота и это дает нам возможность использовать ее даже с любыми слабыми ардуинками даже со слабеньким контроллером core который у нас есть в имботе соответственно чуть позже расскажу как камера работает как и подключать к им буду колокода ну и соответственно к другим платам также можно включить ну что она еще может умеет она распознать цвета объекта но есть свои тонкости тоже об этом говорим может распознать форму объекта то есть если это шар она распознает что это шар если динозаврик какой-то она распознает динозаврик в комплекте есть у нее штрих-коды специальные карточки но эти штрих-коды можно и самостоятельно составлять самостоятельно камеру изучать обучать кода она умеет соответственно эти распознавать можно присваивать какие значения например если мы едем и нам надо где-то повернуть либо это действие можем разместить разместить в этом месте штрих-код и камера его увидит и соответственно роботу отдаст команду чтобы он определенным образом отреагировал на данный штрих-код ну и распознавание линии тоже классическая вещь робот может ехать да с помощью камеры по линии причем это движение она более логично и даже более плавно если правильно все сделано нежели с помощью датчика линии и мы не настолько привязаны именно контрасту в данном случае но все равно это правило светлая линия на темном фоне либо темно светлом фоне но тем не менее мы можем использовать различные цвета не только черный и белый ну и каким-то другим образом тоже использовать ее именно передвижения для того чтобы к примеру ну дорога по сути серая дорога это тоже большая очень широкая линия и если у нас автомобили по дороге по трассе камера у нас соответственно видит линию эту дорогу эту линию и следует по ней соответственно при отклонении дороги сторону у нас мы можем тоже поменять движение тоже его отклонить по сторону нас отклоняется дорога таким образом у нас можно получить даже беспилотный автомобиль но и соответственно если мы нарисуем дорогу поле они просто линию дорогу там шире чем робот то мы тоже сможем о данной линии как бы тоже проехать небольшое видео у нас есть прошу сергея запустить который демонстрирует распознавание именно объектов очень коротенько и вот как камера видит вот эти вещи еще раз у нас был целый мешок различных шариков может презентацию назад дать был целый мешок различных шариков и мы обучили предварительно камеру что это именно шарики что шарики имеют разные цвета и как мы видим количество объектов в данном случае камера тоже абсолютно не смутило она распознала все объекты которые были у нас данном случае присвоим свои значения то есть синий шар на счет синий шар если красный шар значит а ты шар если бы там были какие-то кубики можно было соответственно обучить камеру чтобы она описала что желтый куб примеру либо что за еще что у нас камера себя представляет но внешне это небольшая коробочка размером точно таким же аккумулятором к сожалению нет и наличие к сожалению в действии показать не смогу на хотя мы пробовали работали с этой камерой показывали нашим партнерам действительно очень интересно и все работает значит на самом блоке есть модуль самой камеры есть несколько разъемов один разъем позволяет включить литий-полимерный аккумулятор такой же как у нас используется в боте 3 7 вольта есть светодиоды здесь декора на их два не на каждой стороне есть на самом деле здесь тоже не светодиод они нужны для того чтобы понимать состояние камеры понимать что какой цвет она сейчас распознает состояние находится это есть в описании есть индикатор до распознавания есть включение порт для подключения 25 разъема то есть к нашему роботу им вот там уже любому другому arduino контроллеру и есть порты имбилд такие же сквозные такой же порт сквозной как на любом другом датчике соответственно эту камеру можем использовать как в цепочке с контролем лакот так и с arduino контролем размер как я говорю маленький 48 на 48 миллиметров из 5 на 5 сантиметров длина ширина со спичечных пробок разрешение которое на выходе мы получаем 60 на 480 но матрица там немножко больше разрешения стоит поле зрения у нее 65 градусов ну то есть это некий конус с собой видит вперед влево вправо вверх это надо учитывать когда мы создаем свои проекты фокусное расстояние параметр важное но не слишком потому что видео фото мы снимать не будем здесь скорость распознавания 60 кадров в секунду вот это очень важно это позволяет нам соответственно в том числе и безошибочно множество движущихся объектов практически мгновенно распознавать расстояние 25 сантиметров до метра 20 распознавание объектов то есть в этом диапазоне о которых принципе достаточно для большинства задач мы сможем распознать цвет объект ничего с ней теоретически не случится если мы уроним со стола с высотой метр но если будем специально долбить естественно можем ее разбить источников питания как понятно из картинки может быть два разных то есть это либо литиевый аккумулятор который используем будет 37 вольта либо 5-вольтовый модуль питания и билд аккумулятор который у нас в наборах можно использовать либо то либо то третий вариант это модуль тоже и вольтовый с батарейками 3а который в комплекте холокост стандарт кит у нас лежит тоже можно его в данном случае использовать для питания данной камеры потребляет камера немного всего лишь там в районе 1 ватта мы можно использовать даже при отрицательных температурах до минус десяти градусов здесь немножко но это тирея на самом деле стоит минус десяти до плюс пятидесяти пяти в бане конечно нет но условиях жары вот летний где-то на берегу моря если что-то захотели мы сделать но запросто можем ее использовать по подключению к роботам то есть как и говорилось можно подключать данную камеру как об этом обычно с ардуино в комплекте лежит специальный кабель для того чтобы включать его кругу вот либо соответственно через другой разъем мы можем включать платье холокот плату холокот напомню можно использовать также в контроле в качестве контроллера даже для того же им бота но что в этих наборах которая показывала биловских везде лежит те же самые два желтых мотора которые у нас есть он будет если там разъемчики отличаются ну то есть мы можем вместо контроллера им пор поставить наш контроллер холокот и собрать полноценного движущаяся робота и с этим роботом работать вот единственное что на время работы у него будет несколько меньше нежели у бота потому что энергопотребление холокот и все три цепочки она все немножко выше вот что по работе с камерой но существует два вида обучения камеры можно обучить даже не имея под рукой компьютера есть на камере специальная кнопка которая зажимается ну и соответственно смотрим на индикатор на камере на самый rgb светодиод пока он не соответствующего цвета которому мы будем обучать дальше берем какой цветной блок блок должен быть равномерного цвета и должен соответствовать тому цвету светодиода который у нас горит то есть чему мы обучаем мы соответственно у нас есть второй светодиод который показывает индикатор обучения был который показывает у нас текущее значение которое нам выдает камера мы нам нужно чтобы максимально этот светодиод горел тем цветом который мы сейчас распознаем собственно говоря после этого коротко еще раз нажимаем на кнопку и у нас камера обучена она записала текущий результат и этот цвет камера запоминает ну и мы можем уже использовать это значение при составлении программы до 7 различных цветов можно записать данной камеры пример программы поставку камеру обучили соответственно мы можем ее вместе с роботом использовать здесь всего очень просто то есть у нас камера подключена там каком порту до робота здесь мой номер порта пишем ну и соответственно блок номер блока который мы запоминали то есть если мы один раз обучили камеру это был первый блок например на каком-то желтого цвета мы обучили но теперь если у нас к примеру шарик нам желтый из комплекта мы взяли и держим перед роботом держим его немножко выше чем камера он тогда у нас соответственно робот должен поехать вперед по скорости 50 процентов то же самое если у нас ниже там расположен этот блок соответственно робот поедет назад если он слева будет утроба соответственно робот будет ворачиваться влево следить за шариком но то же самое право также будет следить ну и остановка движения для того чтобы это движение не повторялась постоянно чтобы у нас робот когда камера к примеру прямо на него навелась он соответственно остановился и в этом положении остался пока у нас положение объекта не изменится ну такой простой пример программы аналогично есть для езды по линии с помощью камеры специальная команда эти команды они среди блок есть там есть один даже блок есть некие особенности при работе с камерой если мы ставим перед камерой многоцветный объект то она естественно теряется если мы верком фигуру панды черно-белую поставим камера распознать не сможет ничего и обучиться данного цвета не сможет потому что соответственно цветов 2 и она не сможет выбрать какой объект должен быть равномерного цвета если у вас два объекта разной формы но одного цвета но форма к примеру похоже какая-то скажем там шляпа желтая и шарик желтый если мы обучаем таким образом мы обучаем именно цвета мы не обучаем таким образом форме объекта этому возможно программе сделать не без компьютерном режиме соответственно у нас камера только цвет и два объекта одного цвета для камеры будет не различимы то есть и шляпа и шарик они для нее будет считаться одним и тем же объектом и различить их при написании программы мы не сможем что еще должен должно быть освещение одинаковое там где мы используем камеру и там где мы ее обучаем потому что при разном освещении у нас соответственно меняется оттенок объекта даже который мы на глаз воспринимаем один и тот же объект при дневном освещении лампа не у нас это если мы используем и при освещении если у нас лампы желтые он будет выглядеть по-другому будет иметь разный оттенок а камера она даже более чувствительна к данному чем глаз и для нее это оттенок часа гораздо сильнее ну и естественно чтобы вы нормально работе с цветом у нас цвет должен быть равномерным то есть если у нас объект будет любой какой-то конечно будет распознаваться но распознаваться будет хуже у нас примеру переходы там от более темного более светлого там цвета на свет тоже самый это на некий список ошибок которые нельзя допускать при программировании и такой работе без компьютера с помощью данной камеры в исключении дам вам некие ссылки которые собственно говоря можно открыть и по которым можно смотреть материалы обучающие первые две ссылки ведут на английский сайт нам и блоковский сайт с документацией собственно говоря здесь описано как раз работа с камерой то что я вам рассказал по-русски там на английском тоже есть то же самое по работе с наборами бил недавно ну почти закончил методическую осталось так раз камеру ставить по конструкторам holocode and build использование их совместному по программированию там описано несколько кейсов сейчас там три кейса прописано можете собственно говоря ее использовать своей работе она сейчас бесплатно выложена на яндекс диске ну и соответственно когда допишется полностью камера будет ставлен туда просто поменяется методическая ссылка останется та же самая слава богу на яндекс диске есть такая возможность ну и для того чтобы работать с камерой более полноценно обучать ее уже именно работе с объектами работе с линией используется программа пиксикам по сути камера это которая у нас есть это та же самая камера который используется и для наборов лего та же самая камера пикси которая используется и для наборов ардуина по сути если вы работали с лего и работали там с техническим зрением ничего нового здесь для вас не будет что программа используется та же самая вот ну и в данном случае описание данного тоже на английском языке будем делать перевод презентацию до сергей вам вышлет после вебинара обязательно соответственно все эти ссылки можно будет использовать можно будет по ним прям переходить здесь них они не работают но тем не менее можно именно с помощью этих ссылок смотреть дополнительную информацию и понять если что-то здесь я пустил вот я просил подготовить вопросы сергей должен включить рассылку по курсу по тем вещам которые вам были непонятны и готов на них ответить сейчас а после этого мы перейдем к рассмотрению их домашних заданий а про и люди делали сутки же вебинара жду ваших вопросов в чате будут вопросы напишите можно можно не ждать а коллеги отмечу что также можно только вопросы спрашивать но и какие-то ваши предложения если вам будет более интересно также готовы у вас предложение пройтись окончания курса вопрос был это последний вебинар курса по сути здесь на этом мы курс именно обучающий заканчиваем чем заканчивается так после рассмотрения работ домашних даже расскажу спасибо что пишу что все понятно что все нормально так теперь давайте тогда перейдем режима как показа экрана запущу я закрыл зря программу блок у нас еще алексей спрашивает правильно почему мы утверждаем что нейрон нельзя программировать через м-блок я сказал что его нельзя программировать как самостоятельная система через м-блок программировать составе наборов кодируйте совместно с кодируйте но у него нет самостоятельного отдельного контроллера у нейрона то есть там тоже вот эти mcu контроллера есть в каждом модуле но единого контроллера которым можно отдать команду нет мы программировать каждый блок в отдельности мы должны дать команду каждому контроллера в отдельности и приложение нейрон которое у нас есть для смартфонов и планшетов эта возможность реализована там как раз мы вытаскиваем на экранчик наши модули и для каждого модуля создаем какие-то параметры ну и соединяем эти между собой связи вот среди м-блок такого невозможно к сожалению поэтому отдельно запрограммировать эти блоки мы не сможем единого контроллера нет ответил надеюсь на вопрос программируется да но совместно с кодируйте так что у нас с экраном давайте смотрим те домашние задания которые у нас люди делали я вижу что у нас не так много домашних заданий здесь есть где-то люди не писали и свои фамилии сожалению не могу рассмотреть посмотрим есть первая работа самарина и анна здесь был движение по линии движение по линии программа неверно что значит значение 123 нас она есть в чате и можете посланном спирс с вами вали под 123 случае сейчас сейчас видно надеюсь у вас есть 123 значение сдачика сдачика линии у нас данном случае датчиков линии вас соответственно 22 в одном что называется левый правый соответственно значение 0 скажем это черный цвет значение единица это белый цвет нас здесь говорится что у нас все стояние черный нас есть слева и справа самом деле так что именно под двойкой и тройкой разбивалась лишь у нас опять сейчас черный экран виден черный экран я подсвернул программку я чат-чат просто видеть я не вижу меня вы используя значение 2 и 3 задачи они нигде у нас написано в любом случае в данном случае это неверно робот с такой программой по линии не поедет нас алгоритм следующее если у нас есть левый правый датчик соответственно назначение могут быть 0 либо единицы если у нас мы робот стоит на линии у нас соответственно оба датчика по нулям соответственно нас мы находимся на черном свете если робот сместился влево соответственно слева появился белый цвет появилась единица если у нас приселся вправо у нас соответственно справа появляется белый цвет появился единиц и смысл езды по линии в том чтобы собственно говоря вернуть робота на линию чтобы у нас опять чтобы датчика оказались на черном свете соответственно если робот ушел влево а если слева у нас появилась единичка соответственно мы должны довернуть направо немножко если у нас справа белый то соответственно немножко вернуть налево резко это делать нельзя поэтому вводится различные коэффициенты при повороте чтобы это выполнялось плавно чтобы робот у нас вставал на линию а не начинал по ней пихлять влево вправо очень часто видим у детей при написании их программ давайте следующее посмотрим что у нас ванны оставим как есть так опять же у нас им бот когда мы на пульте нажали кнопку а робот начинают нас крутится направо с какой-то скоростью и ждет пока у нас расстояние меньше двадцати пяти сантиметров какой-то объект не ищет объект который где-то и если объект вдруг появился он начинает у нас двигаться вперед на максимальной скорости вот откуда взялся объект ну непонятно может быть хорошо это вот она пишет это робот сумо ну в данном случае пусть даже да пусть у нас на расстоянии меньше 25 сантиметров на больше 50 стоит здесь находится другой робот хорошо мы на него поехали и но следующая строчка у нас мы должны подождать пока у нас расстояние до объекта они больше 40 сантиметров как бы собственно говоря если мы в сторону объекта движемся мы в объект уперлись а вот и анонс если мы объект потеряли если объект ушел из поля зрения совсем понятно почему 40 на 40 наверное туда это поле это гендер поле до в принципе это это работает это работает так третья программа грамма так что это за программа прокомментируйте пожалуйста что у нас это было это уворачивание от препятствий насколько понимаю правильно так то есть у нас робот движется вперед и если у него на расстоянии меньше 12 сантиметров это объект весну стена скажем да вот он отъезжает назад и поворачивает еще и секунды налево чтобы уехать от объекта чтобы объект объект собственно говоря да будет работать рот по комнате будет есть дивана к стене и от стены к шкафу вот пока он собственно говоря вы не сядь более рабочая вполне программа до так как вижу две программы 3 и 4 других программ не вижу прошу давайте здесь а это у нас было распознавание объекта с помощью камеры а его соответственно изображение куда-то предположим что у нас до нас если до распознавания круг даем значение 1 квадрат 2 треугольник 3 и на роботе мы не показываем соответственно смотрится подключена щене секунды круг квадрат либо треугольники значением 123 да все верно здесь у нас здесь объезд препятствия без препятствия данным видим аналогично на программу которая была немножко скорости другие но смысл соответственно тот же самый до работает здесь соответственно у нас робот сумму путем сюда и как только у нас появился чужой робот в поле действия мы на него быстро быстро едем морем соответственно был крупе цена на все верно так калинина здесь как раз то же самое у нас к пульту и серву сумму здесь соответственно у нас объезд препятствия задание так еще программа обучения так здесь тоже два результата распознавания у нас значение 0 либо единица так а здесь мы распознаем возраст и даем результат распознавания возраста так а для робота у нас соответственно 0 единица сюда пришли и у нас робот выполняет некие действия зависимости от того что у нас было распознанно камеры здесь начинает да нормально самаре она есть еще на программа так да как раз по распознаванию здесь у нас отдельно результат для тел плаза так ручка круг коробок 1 2 3 1 2 3 соответственно мы сжигаем разными цветами сад в принципе ну и 2d за без названия без привязки к людям ну по сути только с движением по лига движению по линии у меня вопросы остального вопросов никаких здесь нет программа рабочие домашние задания выполняет напомню что все кто вебинары наши посещал прошел все вебинары могут получить от нашего центра обучения центра digis сертификат его прохождение данного обучения напомню что это был последний вебинар в нашей серии но кроме этого есть возможность получить и сертификат установленного образца получить его тоже абсолютно бесплатно бесплатно но для этого необходимо выполнить более сложное задание а именно выполнить проект и этот проект прислать нам на почту сергею сбросить на проект дается на выполнение месяц то есть до давайте даже до конца июня сделаем для этого вас должен быть робот мейкблок с которым вы будете собственно говоря работать и на его базе вы должны будете создать проект что за проект ну во первых в качестве такого бонуса то есть вы распознавали с помощью камеры объекта обучали камеру сейчас мы видели в домашнем задании несколько таких программ которые успешно были составлены на здесь же в этих программах вы давали роботу задание что-то сделать ну во первых нужно будет веб-камера использовать смартфон это делается довольно просто ставится две программки одна на компьютер другая на смартфон очень много различных вариантов они на разных смартфонах по-разному эти программки работают но тем не менее самый простой вариант для андроида это ipcam насколько я помню называется программка ну и ставится на компьютер программа которая позволяет удаленную камеру подключенную в wi-fi а то есть интернет использовать в качестве веб-камеры но через интернет не рекомендую потому что будет очень большая задержка вряд ли у вас есть такой канал но в рамках одного у нас есть wi-fi точка доступа куда подключен и компьютер и смартфон к этой точке доступа работает практически без задержек то есть обучать нужно камеру именно смартфона в данном случае записать все ваши действия нужно будет на видео камеру смартфона вам нужно поставить на робота неважно какого робота вы будете использовать робот должен будет ехать по некому полю с линией сбоку где-то распознать объект который должен находиться сбоку от линии проезжая мимо него и распознав этот объект выполнить какие-то действия ну например если у вас тяжело наверное давать задание чтобы робот захватил куда-то переместил ну пусть объекты будут у нас ну к примеру некий шарик и некий кубик найти я думаю будет несложно эти объекты можно склеить кубик из бумаги шарик можно взять любой мячик распознается там объект ну и к примеру если у нас шарик то робот должен развернуться на линии и поехать в другую сторону а если у нас это кубик то соответственно должен повернуться к линии перпендикуляр проехать скажем 30 сантиметров и станцевать нам сыграв какую-то мелодию ну вот такое будет у нас задание те кто это задание выполнят ну соответственно смогут включить сертификат установленного образца а не только сертификат ущербного центра Дегис да Леша я думаю что мы продублируем все это обязательно в письмо правильно чтобы было все фиксировано вот там есть некоторые вопросы сейчас люди пишут тоже ответь пожалуйста на них по возможности если что-то там есть принципиальное да давай сейчас посмотрим результат присылать Сергею на почту ты со своей почты рассылки делать да со своей ну вот на ту почту с которой вам приходили уведомления Сергея о вебинарах у нее вы можете присылать вот эти результаты значит результатом результатом должно быть видео заснятое работой робота и результатом должны быть скрины программ которые вы собственно говоря написали именно скрины не программ ну или вы можете файлом программу присылать сохранять файл на компьютер и именно файлом в блоковском формате делается это делать нужно все в пятом блоке соответственно ну и в блоковском формате все это дело присылать задание достаточно простое на самом деле но времени требует и как раз на работу с компьютерным зрением на практическое применение в том числе и в какой-то соревновательной деятельности может быть в жизни пригодится и обучение вот если вопросов больше нет спасибо всем огромное всем участникам Даша строка выполнения у нас до конца июня будет до 30 июня вы должны прислать достаточно на выполнение условия карантина ну соответственно письмо ну письмо соответственно я думаю сегодня-завтра вам пришлем вместе со ссылкой на видео на презентацию и описанным домашним заданием чтобы у вас все было в документе все спасибо надеюсь что было полезно вебинары доступны напомню на ютубе все эти можете их еще раз пересмотреть можете их использовать в своей работе и те материалы которые у нас были презентажки сегодняшние тоже они к вам придут буквально ну я их продублировал в чате плюс мы их пришлем наверно еще ну они будут в презентации все вопрос про обычные сертификаты но это электронный сертификат насколько я помню сертификат ущербного центра ну мы можем сделать да ну запросы да сергея присылайте и если нужен сертификат ущербного центра да пожалуйста он будет сделан в электронном виде вам выставить давайте да сделаем коллеги именно так потому что у нас довольно много участников кто-то дошел до конца кто-то нет соответственно вот вы чисто ваше задание в идеале да мы вам уже полноценный сертификат выслали либо если только электронные версии ну как бы такой самый простой наш учебного центра то напишите мы посмотрим были вы на всех вебинарах и соответственно уже вам сможем выслать все спасибо на этом все спасибо коллеги да за активность мы остаемся на связи вот и до встречи на следующих наших курсах учебного центра и вы